Рада вас всех видеть, я имею ввиду видеть вот здесь у нас в чате. Начинаем наш очередной вебинар. Сегодня наш вебинар идем к двум маслам. Одно масло как биологически активная добавка, второе масло как косметическое средство. Научные исследователи в области питания человека убедительно доказали, что физиологически полноценное питание, необходимое для роста, развития, сохранения здоровья, поддержания высокой работоспособности, половой и умственной активности всегда было нужно и всегда будет нужно, просто необходимо. Было установлено, что организм человека для того, чтобы хорошо функционировать, функционировать так, как заложено это природой, он ежедневно должен получать до 600 веществ. И это я не говорю о белках, жирах и углеводах. Это я говорю об аминокислотах, витаминах, макро, микроэлементах, пищевых волоконах, органических кислотах и так далее, и так далее, и так далее. В природе существует один единственный продукт, который отвечает всем требованиям. Как вы считаете, что это за продукт? Давайте. Кто? Кто первый? Что это за продукт, который отвечает всем необходимым требованиям? Господа, ну вы надолго задумались. Это материнское молоко. И для всех остальных нас только комбинация различных продуктов в ежедневном рационе способна обеспечить нас всеми медорными веществами, необходимые для нашей с вами жизнедеятельности. Полностью правильно составить ежедневное меню для человека нашего времени нереально. И так как мы с вами не являемся ни диетологами, ни нутрициологами, то точно гарантирую вам, что мы с вами такое меню не составим. Да и более того, придерживаться не сможем. Слишком много различных препон на этом пути. В сложившихся условиях мировая общественность, ведущие мировые врачи давным-давно задумались об этом. И давным-давно предложили необходимое решение. Широкое внедрение биологически активных добавок. В каких-то странах это называется биологически активные добавки к пище. В каких-то странах это называется просто биологически активные добавки. В каких-то пищевые добавки, в каких-то добавках к пище. Но это не важно, как они называются. Важно, что они несут все одну и ту же задачу. То есть каждый из таких продуктов, будем его называть коротко БАТ, является источником либо одного, либо нескольких биологически активных веществ, который снабжает наш организм этими веществами. По данным статистики, до 70% населения развитых стран регулярно употребляют БАД. Это связано не с очередной модой, это связано не с агрессивной рекламой, это связано ни в коем случае не с обманом населения, это связано с тем, что люди стали предпочитать здоровый образ жизни и полноценное рациональное питание. В США оздоровление населения регулируется на правительственном уровне. В 1994 году был принят специальный государственный акт БАД. В нем подчеркивается, что эффективность добавок доказана, а их производство является тегральной частью индустрии страны. В Японии еще в 50-х годах в связи с тяжелыми последствиями атомных бомбардировок Керосини и Нагасаки была принята государственная программа восстановления нации, основанная на БАД. Сегодня 90% населения Японии ежедневно принимают биологически активные добавки к пище. Благодаря этой программе Япония, которая принесла атомные бомбардировки, Япония занимает второе место в мире по продолжительности жизни населения. В среднем это 82 года. В США БАД употребляет до 80% населения и продолжительность жизни у женщин 81 год, у мужчин 75 лет. В среднем в Европе до 50% населения употребляют биологически активные добавки. В России, к сожалению, до настоящего времени этот процент составляет 3-5 не выше. И результат. Мы находимся на 129 месте в мире по продолжительности жизни. Это данные на 2018 год. Средняя продолжительность жизни мужчин в нашей стране в России 59 лет, женщин 73-74 года. НИИ Питание РАН, то есть Научно-исследовательский институт питания Российской Академии Медицинских Наук, сделал уже давно совершенно определенный вывод. Даже если люди перейдут на полноценное питание, это не решит задачу. Потому что мы не сможем с помощью только питания восполнить крайне важные для организма компоненты для нашей повседневной жизнедеятельности. Не говоря уже о том, что большинством населения нашей страны такое питание невозможно в силу ряда причин. В том числе и по экономическим причинам. Почему так? Понятно почему. Изменились продукты, изменилась наша среда обитания, изменилась экология, изменения коснулись и почвы, и тех живых существ, которых мы с вами едим. Все это приводит к тому, что человеческому организму приходится сильно напрягаться, чтобы получать те или иные питательные вещества. И чаще всего мы их недополучаем. Я полностью согласна с тем, что многие витамины и минералы можно получить с питанием. Да, можно. Например, возьмем нашу кашу гречневую с грибами шитаки. Она содержит и железо, и магний, и кремний, и витамин С, и лицетин. То есть много биологически активных веществ, необходимых нашему организму. И вот содержащиеся в нем и железо, и магний, и кремний. Это натуральные микроэлементы, которые содержатся в нашей алтайской гречихе и в амаранте, в крупке амаранта. Приготовите вы дома эту кашу из гречневой крупы. Конечно же, в ней тоже будет и железо, и магний, и кремний. Правда, в меньшем количестве, поскольку дома вы в крупку амаранта не добавите. Но будет. А вот скволен, которого в каше содержится, по-моему, 9%, то ли 9 миллиграмм, то ли 18, не помню, к сожалению. Скволен вы сможете получить с питанием? Печень акулы, в которой он содержится, вы точно не сможете купить и приготовить. Даже консервную, консервированную печень акулы вы купить не сможете. Гарантирую, в нашем регионе ее нет. Может быть, где-то в каких-то регионах есть, в нашем регионе нет. Значит, скволен вы сможете получить только либо с маслом амаранта. У нас в магазинах масла амаранта тоже нет. Да, и вы знаете, при такой стоимости масла амаранта, просто использовать его для готовки, ну, дорогое удовольствие. Далеко-далеко не все могут себе позволить. Значит, остается только бат пищи. И вот поэтому мы сегодня с вами говорим о бат золотой амаранта. Изготавливается масло из семян амаранта. Таким образом, семена амаранта очищаются от примесей, затем с помощью специальной дробилки разрушают оболочку семени так, чтобы он расщелкнулась, эта семечка. Значит, и мало того, что расщепнулась, значит, там должен вот этот зародыш, должен еще отделиться. То есть это специальный метод дробления, потому что масло содержится именно в зародыше семени. Размер зародыша менее 0,5 миллиметра. Поэтому после расщепления и отделения зародыша семена амаранта просеивают через сито и отделяют вот эту фракцию 0,5 миллиметра и меньше. Дальше обдувают ее горячим воздухом, потому что воздух нагревает зародыш амаранта. И, соответственно, выход масла будет выше, так как масло, содержащиеся в нем, станет жиже. Дальше подогретый зародыш направляется на пресс, далее на отстой и фильтрацию. Казалось бы, просто, но самое важное – размельчить маленькое семечко так, чтобы как можно больше зародышей перешло в аппарацию ниже 0,5 миллиметра. Выход масла из зародыша составляет не более 2%. Вот отсюда и цена, о которой я вам говорила. Вы скажете, ну масло и масло. Все масла содержат полиненасыщенные и насыщенные жирные кислоты, какие-нибудь витамины. А я скажу, не согласна. Да, жирные кислоты содержатся во всех маслах без исключения. Более того, основным критерием полезности растительных масел являются именно жирные кислоты. Но главное не это, а главное, какие полиненасыщенные жирные кислоты содержатся в масле и в каком количестве они там содержатся. В масле амаранта до 75% составляют самые ценные полиненасыщенные жирные кислоты. Из них часть синтезируется в нашем организме, а часть нет. То есть существуют заменимые и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, так же точно, как и аминокислоты. Помните, я вам рассказывала. Не синтезируются в нашем организме линолевая и линоленовая, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты. В масле амаранта из всего количества полиненасыщенных жирных кислот линолевая кислота составляет 52%. Линоленовая 2%. Не зря это масло назвали золотой амарант. Именно эти кислоты поддерживают сердечную и нервную деятельность организма, ослабляют воспалительные процессы, защищают от атеросклеротических бляшек, а значит уменьшают риск тромбов. Недостаток этих кислот в младенчестве и старческом возрасте выражается в нарушении умственных способностей, ухудшении остроты зрения. Для сравнения, широко распространенное масло зародышей пшеницы содержит 51% линолевой кислоты, а линоленовой в масле зародышей пшеницы нет. Кроме того, в масле амаранта содержится витамин Е, причем натуральный витамин Е. То есть вот в нашем масле золотой амарант, именно то масло, которое получено методом холодного отжима, в него дополнительно не введено ничего, ничего. Отжали, мы его купили и зафасовали. Все. Итак, витамин Е. Витамин Е – это настоящее молодильное яблоко для кожи и для всего организма. Это мощнейший антиоксидант, который защищает клетки от вредного воздействия свободных радикалов, тем самым замедляя процессы, защищая сосуды от разрушения, в том числе сосуды глаз. Недостаток витамина Е способствует развитию ряда заболеваний, связанных с мышечной дистрофией, с изменениями со стороны центральной нервной системы, с нарушениями работы щитовидной железы и гипофиза. Именно при дефиците этого ценного витамина возникает синдром хронической усталости. Витамин Е вместе со скволеном способствует нормализации липидного обмена и снижению уровня плохого холестерина. В масле амаранта также содержатся каротиноиды. Это предшественники витамина А, которые вообще не синтезируются нашим организмом и получаем мы его только извне. Причем, опять подчеркиваю, натуральные каротиноиды натурального витамина А. При недостатке каротиноидов и витамина А возникают проблемы с кожей, сухость, кератоз, пятна, прыщи. Возникают проблемы со слизистыми оболочками. Начинаются воспалительные процессы в дыхательных и мочеводящих путях. Снижается устойчивость к различным простудным заболеваниям и вирусам. Каротиноиды обеспечивают доставку кислорода к клеткам, защищают от ультрафиолетового излучения, способствуют снижению риска образования опухоли при увлечении загаром. Фосфолипиды масла амаранта способствуют улучшению обмена веществ, снижению уровня холестерина в крови. Фитостерины масла амаранта дарят энергию, укрепляют защитные силы организма. Вы можете сказать, на рынке много продуктов на основе масла амаранта. И я с вами соглашусь, да, на рынке много таких продуктов. Но именно на основе смешанного с кукурузным, подсолнечным, тыквенным, льняным маслами. А у нас стопроцентное чистое масло амаранта холодного почва. Уникальность, честно вам скажу, не люблю это слово, но другое слово просто не выразит истину, в том, что масло амаранта единственное, которое содержит сквален. Сквалена до 6%. Сквален впервые был обнаружен в печени глубоководных акул, и поэтому название получил от сквалу скуалус, акула. В древней Японии сквален был известен под названием самедава, панацея. Японцы впервые получили сквален в чистом виде в 1979 году. В скандинавских странах жир печени акулы традиционно использовали для заживления ран, для лечения простудных заболеваний и даже для лечения воспалений прямой кишки. В средневековой Испании моряки регулярно принимали жир великой рыбы, как они называли акулу, для повышения иммунитета и профилактики различных заболеваний. Традиционный источник получения сквалена – жир печени акулы. Естественно, с экономической точки зрения совершенно невыгодный источник. Невыгодный почему? Во-первых, для того, чтобы получить жир печени акулы, акулу нужно убить, а многие акулы защищены, защищены и занесены в красную книгу, защищены международной конвенцией. Это правильно. Во-вторых, даже если учесть, что в жире печени акулы содержание сквалена составляет от 60 до 90% в зависимости от вида акулы, то представляете, сколько акул нужно убить, чтобы обеспечить нас скваленом, чтобы обеспечить нас этим очень важным, очень выгодным для здоровья биологически активным веществом. Акулы просто исчезнут с поверхности, нет, не суши, из моря, из нашего моря земного акулы просто исчезнут. И скорее, уже традиционным, лучше, наверное, уже назвать именно масло амаранта. Сквален, конечно же, обнаружен и в других жирных маслах. В оливковом максимальное содержание его 0,7%, в масле зародышей пшеницы 0,1%, в соевом масле 0,01%, в масле виноградных косточек 0,014%, и только в масле амаранта 0,6%. И это минимум. И еще одна тонкость сквален, полученный из масла акулы, имеет рыбный запах. Сквален, содержащийся в масле амаранта, запаха не имеет вовсе. А состав и того, и другого сквалена абсолютно одинаков. По данным 2015 года, в России нет лекарственных средств на основе амаранта или сквалена. Кстати, сквален содержится и в нашем с вами организме. Наибольшее количество содержится в коже. Липиды кожных желез содержат от 6 до 12% амаранта. Именно этот сквален защищает нашу кожу от старения из-за ветра, солнца и мороза. Уровень сквалена резко возрастает в коже при ранах и ожогах. То есть организм специально увеличивает выработку сквалена, чтобы как можно быстрее заживить рану или ожог. И этот оказывает его защитную роль. В нашем ассортименте есть кремы со скваленом. Это серия морской коллаген, 135.01 омолаживающий дневной крем, 135.02 питательный восстанавливающий ночной крем, 135.03 разглаживающий гель-крем для контура глаз содержит до 2% сквалена. В серии Шарм Коллекшн артикул 158.02 крем для лица концентрат красоты содержит до 5% сквалена. Сквален частично принимает участие в синтезе холестерина. В трех капсулах содержится 90 мг сквалена. Доказано, что при приеме от 80 до 100 мг сквалена в сутки уровень общего холестерина снижается на 14-20%. Уровень липопротеидов низкой плотности, так называемого плохого холестерина, снижается на 13-36%. То есть масло амаранта можно смело рекомендовать при проблемах с сосудами, атеросклероз и сульты. На основе этих данных предложен и запатентован способ лечения больных с атеросклеротическими поражениями сосудов нижних конечностей. Сквален обладает антиоксидантным действием, в первую очередь гепатопротекторным. Защищает и способствует восстановлению здоровья печени даже при токсическом ее поражении, например, повреждении алкоголем или химическими веществами. Сквален имеет противоокухолевое, антитоксическое действие, особенно при проблемах с тканями молочных желез, кожи, печени. Рекомендовано использование масла амаранта для восстановления кожи после радиационных ожогов. Кто сталкивался с облучением в процессе лечения онкозаболеваний, тот знает, что это такое. Масло амаранта можно рекомендовать для лечения кожных заболеваний, псориаза, экзем, прозвищный. Здесь вместе срабатывает и сквален, и кремний, и витамин Е, содержащийся в масле. Масло ускоряет эпитализацию тканей. В таблице, которую вы видите на слайде, здесь специально представлено и действие фокойдана, и действие масла амаранта. Как видите, они перекрещиваются, в некоторых позициях они похожи, могут заменять друг друга. Поэтому вы, наверное, видели, что в наших многих программах используется или кайдан, или масло амаранта, или то и другое предложено на выбор. И о втором масле сегодня поговорим. О масле косметическом, массажном масле секрет энергии ЦИ. Согласно традиционной восточной медицине, энергия ЦИ – это само дыхание жизни. Как бы метафорично и поэтично это ни звучало. ЦИ не менее реальна, чем материальные вещи. Потрогать ее нельзя, но можно почувствовать и научиться управлять ею. Так говорят восточные врачи. Правильное течение ЦИ в организме человека – залог его здоровья и долголетия. Один из основных путей, которым ЦИ попадает в наш организм – это свободное носовое дыхание. Если нос заложен, нарушается течение ЦИ. Восточные мудрецы полагали, если в организме нарушается циркуляция энергии, человек начинает болеть. Согласно восточной медицине, головные боли, недомогания, слабость – все это следствие нарушенного течения энергии, в том числе и энергии ЦИ. Свободное дыхание для нас естественно, когда мы здоровы. Ценить возможность свободно дышать и не думать о носовых платках мы начинаем тогда, когда нас мучает насморк, который не является таким уж безобидным недомоганием. Насморк – самый первый предвестник температуры. Затем к нему могут добавиться кашель, боль в горле, высокая температура. При насморке увеличивается количество выделяемой слизи, происходит изменение ее состава. Кроме этого, больной чувствует сухость носоглотки, першение, иногда насморк сопровождается тяжестью в голове и заложенностью ушей. Снижается обоняние, а в некоторых случаях и слух из-за нарушения проходимости и встахивой трубы. Из-за легкомысленного отношения к легкой простуде насморк может перейти в хроническую форму или стать причиной развития трахеобронхита. Чтобы восстановить свободное дыхание, мы обращаемся к сосудосуживающим средствам. Они помогают, да, не спорю. Но следует помнить простое правило. Первое – использование не более семи дней. Второе – не следует превышать рекомендуемые дозы. И третье – такое не совсем стандартно сформулированное. Иной раз, как говорит у меня дочь, очень сложно соскочить с препарата. Привычка вырабатывается. И вроде и насморк уже прошел, а дышать не можешь, пока не закапаешь сосудосуживающими. Очень сложно подсек на них, затем отказаться. Сложно сократить прием. И не стоит забывать о том, что возможно проявление аллергии на какой-либо ингредиент. Самый оптимальный вариант – препарат растительного происхождения. Что позволяет? Уменьшить лекарственную нагрузку на организм. Сократить вероятность развития побочных эффектов. Как предотвратить повреждения слизистой. Причем препарат, обладающий одновременно и противовоспалительным, и противомикробным, и иммуномодулирующим действием должен быть. Еще в древности великий врач и ученый Гиппократ отмечала, что в местности с хвойными лесами люди гораздо реже болеют простудными болезнями. Конечно, если воздух напоен эфирными маслами, если эфирные масла, содержащиеся в воздухе, делают этот воздух чистым. Вы знаете, в кедровых рощах настолько чистый воздух и настолько он обеззаражен эфирными кедровыми маслами, что там можно проводить операции, внутриполосные операции. И это в наше время с нашей ужасной экологией. То есть эфирное масло имеет очень большое значение для здоровья человека. И вот с этой точки зрения особого внимания заслуживают препараты на основе эфирных масел. К ним относятся и безопасность, и удобство использования, и возможность использования у детей разных возрастных групп, и физиологичное введение, например, методом вдыхания с воздухом, то есть это ингаляции. И непосредственно воздействие на слизистую оболочку, респираторным отрадком, вдыхается, и попадают пары. Не само масло попадает на слизистую, а пары попадают, пары работают. И это масло может обладать и смягчающим действием, и действием, которое оккупирует воспалительные процессы, и с его помощью можно избежать раздражения слизистой оболочки. К недостаткам эфирных масел можно отнести только одно. Возможны аллергичные реакции. Итак, масло – секрет эндергейции. Удобный флакон с капельным дозатором, приятный аромат, отличное активно работающее средство. Состав вы видите на упаковке. Масло косточек винограда, масло эвкалипта лимонного, масло эвкалипта шаровидного, масло чайного дерева, масло мяты луговой, масло лаванды и масло герани. Основу масла, секрет энергии ЦИС, составляет жирное масло виноградных косточек. В любом массажном масле обязательно будет введено жирное масло, так называемое базовое масло. Вот здесь у нас базовое масло, масло виноградных косточек. Для чего? Масло виноградных косточек, как любое базовое масло, содержит в себе эфирные масла и постепенно их выпускает. Все зависит от летучести масел. Сначала, когда подбирают композицию, учитывают летучесть масел. Сначала улетучиваются более легкие масла, затем те, которые имеют среднюю летучесть, затем те, которые имеют самую низкую летучесть. Так вот, масло виноградных косточек, жирное масло, не летучее. Оно высыхаемое, но не летучее. Из остальных масел, три, масло лаванды, масло герани и масло мяты, они обладают средней летучестью из всего ассортимента эфирных масел, имею в виду. И два из них, масло чайного дерева и эвкалипта, обладают высокой летучестью. Как работает масло? Из базового масла, напомню еще раз, это у нас в масле энергия ци, масло виноградных косточек, постепенно высвобождаются эфирные масла. Первыми из-за высокой летучести высвобождаются, выделяются, испаряются, говорите, как угодно, все будет верно, масло чайного дерева и масло эвкалипта. Масло чайного дерева увеличивает глубину дыхания, повышает легкость дыхания. Дальше начинает работать масло эвкалипта, которое работает на устранение воспалительных процессов органов дыхания, носоглотки, снижает отечность. То есть эти два масла как бы подготавливают носоглотку к поступлению следующих трех масел, улучшают их восприимчивость, готовят основу, готовят базу для работы эфирных масел лаванды, герани и мяты. Лаванда обладает антибокориальным и противовоспалительным действием. Герань улучшает настроение, снимает депрессию, а при простудных заболеваниях это и депрессия, и плохое настроение всегда нас сопровождают. И масло герани еще и отличное противовоспалительное средство. Кроме того, часто масмарк сопровождается еще и головной болью, а масло герани помогает решить и эту проблему. Масло мяты обладает тонизирующим действием, антибактериальным, облегчает дыхание. И учтите, все масла, входящие в состав масла секрет энергии ЦИ, натуральны. Масло виноградных косточек получают методом холодного отжима. Из именно косточек винограда, который содержит приблизительно 7,5-8% жирного масла виноградных косточек. Сами косточки, крохи и масла из них, соответственно, много получить нереально. Эфирные масла получают методом паровой дистилляции. То есть в специальных экстракторах через слой растительного сырья пропускают пар высокого давления. Растения нагреваются. Их клетки, в которых содержатся эфирные масла, открываются. И масло при нагреве улетучивается и смешивается с паром. Затем пар поступает в конденсаторы, где он конденсируется. И масло либо собирается на поверхности воды, конденсируется, то есть превращается в жидкость. Соответственно, масло, конечно же, тоже, как и вода, превращается в жидкость. И либо масло собирается на поверхности воды, либо масло, если оно более тяжелое, чем вода, опускается на дно. Затем дальше уже просто отделяют воду от масла и все. В лаванде содержание эфирного масла составляет 1,5-2 с небольшим процента, в геране приблизительно 0,06%, в мяте 0,35%, в чайном дереве чуть меньше чем 2%, в эвкалипте 1,3%. При таком невысоком проценте содержания и цена на продукт будет соответствующей, но и эффективность тоже. Наше масло секреты энергии ЦИ на 99,9% натуральное. Часто поступают вопросы в последнее время, для чего в составе БЭШТ? Ну пусть бы были только масла, и это было бы конечно же еще лучше. Но вы же знаете, что любое масло имеет способность к кислению. То есть со временем любое масло прогоркает, портится, повышается у него перекисное число. Значит все продукты спортисты, его нужно выбрасывать. А здесь у нас такие ценные эфирные масла. Сдержать рост перекисного числа можно только с помощью либо консервантов, либо антиоксидантов. БЭШТ и есть антиоксидант. То есть масло не содержит консервантов, но содержит антиоксидант, который замедляет процессы отчисления масел. Этот ингредиент БЭШТ абсолютно безопасен. Значит ни в документах таможенного союза, ни в документах Евросоюза я не нашла ограничения по проценту ввода БЭШТ в состав косметической продукции. То есть масло, наш секрет энергии ЦИ, содержит антиоксидант абсолютно безопасный, но эффективный, поскольку работает при содержании в составе масла 0,1%. Рекомендации поиспользованы. Наносите смесь эфирных масел 2-3 раза в день на активные точки. 2 в 5 мм от крыльев носа и на 1,5 см выше крыльев носа. Нанесли, аккуратно помассажировали по кругу с клюющим таким надавливанием. То есть вот не просто по кругу, а так вот как будто вы пальчиком клюете эту точку. Легкое надавливание этой точки и одновременно движение пальца по кругу. Делаете это либо указательно, либо большим пальцем. Дополнительно смочили маслом ватную палочку и аккуратно по самому краешку ноздрей, но не касаясь слизистой, нанесли масло. Этот способ запрещен для детей до 12 лет. Непосредственно поднос ни в коем случае не наносим. Если появилось неприятное ощущение, прекращаем массаж. При высокой температуре, при остром воспалительном заболевании, для беременных, для аллергиков не используем. Относитесь к этому продукту с уважением. Работает отлично, но только при правильном использовании. И сработает масло по нескольким направлениям. Облегчит дыхание, снизит отечность слизистых, сработает как противовоспалительное и антибактериальное средство. Еще раз подчеркну, на 99,9% это натуральное массажное масло. Мы с вами, к сожалению, привыкли полагаться на таблетки. У каждого из нас, в том числе и у меня, есть знакомые, которые просто обожают лечиться. Вот обожают. О чем бы вы с ними ни заговорили, они сведут свой разговор с вами к своим проблемам со здоровьем, к тому, как они посетили врачей, к тому, какие таблетки они принимают, сколько таблеток в день они принимают. Ну, я думаю, что у каждого из вас есть такие. У меня двое таких знакомых. Но, вы знаете, я придерживаюсь другой точки зрения. Да, лекарства нужны, лекарства важны. Да, хорошо, выпил и не болит, и давление в норму пришло, и голова не болит. Капнул в нос, и дыхание появилось. Ну, ненадолго, но появилось свободное дыхание же. Я ни в коем случае не против лекарств. Ни в коем случае. Лекарственные средства и антибиотики нужны и важны. Но увлекаться ими не стоит. Но нужны они строго определенной дозе. Но нужны они по рекомендациям врачей, по рекомендациям специалистов. Не увлекаться. Лекарство лекарством, а профилактика профилактикой. Последствия приема лекарства, вы знаете. И чтобы свести это последствие к минимуму, чтобы эффективность лекарственных средств ни в коем случае не снизилась из-за их неправильного применения, необходимо применять их только тогда, когда это остро необходимо. Лучше предотвратить, чем лечить. Так, теперь посмотрим, какие были вопросы. Ах, Нина, Амаран, Галина, Сквален. Нет, масло мамы. Вот это тот единственный на Земле продукт. И не важно, мамы человека, мамы собачки, мамы кошки. Не важно. Но это единственный продукт, который отвечает всем необходимым требованиям. Елена, можно ребенку 9 лет псориаз? Елена, наружное применение, конечно, можно. Для заращивания псориазных бляшек, конечно. Зинаида, после нанесения масла ЦИИ массирование толчок около носа ощутила внутри энергии движение. Внутри движение. Спасибо, Зинаида. Так, еще вопросы есть, дамы и господа? Нет? Спасибо за внимание.